Люди Польского Крестьянского Союза готовы положить свои жизни на Алтарь Победы. Они готовы слепо следовать канонам Троцкого и принести в этот мир революцию. С момента наших прошлых войн мы смогли серьезно изменить этот мир. Теперь у нас под контролем Германская Империя и Финляндия. Ну и я немножечко изменил свои границы, возможно, далее буду их еще сильнее корректировать, а пока что вроде бы попытался большинство из ваших предложений притворить в жизнь. Но наши амбиции растут, а Румыния, слабая и незащищенная, приглашает нас в свой альянс. Ну что ж, нам нужно защищать всех нищих и обездоленных, и мы с радостью поддержим ее в будущих войнах. К тому же здесь у нас появляются претензии на европейские страны, и через Румынию мы как раз таки сможем очень быстро начать военную операцию. Ну а вас на этом канале, как всегда, приветствует Малавар Гейминг. Садитесь, устраивайтесь поудобнее, наливайте чаечек. Ну а мы с моим товарищем Саней Вульфом будем нести в этот мир революцию. План у нас сейчас простой, как пять копеек. Попытаемся помочь отдэфаться нашим союзникам и в будущем начать вторжение во Францию. И поскольку у нас с вами Красная Германия, у нее, по всей видимости, не появится фокусов на захват Бенелюкса, и все придется делать ручками. Мы спешно начинаем реформы нашей армии, ведь в ближайшем обозримом будущем нам придется воевать на несколько фронтов. Далее события разворачиваются стремительно. Во Франции начинается гражданская война. Кого же нам позволят поддержать? Здесь бы я на самом деле получил хотя бы себе какого-то преданного союзника. Итак, Бурбон не хочет пока что вступать в наш альянс, либо же получать аташе. А вот красные вполне были бы не против хотя бы каких-то отношений. Но судя по всему, они в наш альянс не залетят, поскольку в данный момент им руководит Румыния. Но, собственно, наш с вами дорогой союзник решил все за нас, как всегда. Франция Бурбона вступает в наш альянс, а это значит, что и нам пора показать, чего мы стоим. Отправляем дивизии на границы к нашему союзнику и будем оборонять их со всей нашей остервенелой жестокостью. Комбанья во Франции покажет всему миру, что Великая Польша вновь выходит на мировую арену. Жаль, что нам с вами приходится воевать с коммунистами. Эх, если бы я знал, я бы позвал Францию в наш альянс, и мы бы вместе смогли объединить целую Европу. Ну а так у нас появляется просто союзник в лице Бурбонов. Такой себе обмен, на самом деле, спорить не буду, но, во всяком случае, мы с вами можем получить плацдарм для вторжения в Англию. Конечно, сейчас у нас не так много шансов на вторжение, но очень скоро у нас появятся необходимые силы для тактической операции. В свою очередь, мы понимаем, что нам нужно как можно быстрее захватить страны Бенелюкса, ведь в этом случае у Британии, возможно, появится плацдарм для вторжения на наши земли. В то же время, наша французская кампания также идет достаточно успешно. Мы теснем неприятеля по всем фронтам. Единственное, что меня удивляет, это то, что США не собираются дефать Бенелюкса, от слова, совсем. Ну да ладно, если у нас один раз получилось реализовать такой план атаки, то, может быть, мы и из Бельгии сможем подвигаться. Следующее, что мы должны с вами провести, это спешную модернизацию нашей армии. Наши войска должны получать лучшее, что только может предложить им Великая Польша. Нам практически удалось освободить Францию. Италия будет следующей на повестке дня, ведь после ее капитуляции англичанам придется ой как несладко. Эх, бедная Италия, в какой бы альянс ты бы ни попала, в каком бы временном промежутке ты ни была, но время твоих великих свершений кануло в лету вместе с Римской империей. Теперь итальянцы не могут противостоять ни англичанам, ни будучи с ними в союзе. В то же время мы реализуем достаточно большое количество котлов, и это замечательные новости. В то же время англичане пытаются высадиться на незащищенную часть Северной Франции, но получают достаточно бодрый отпор нашими войсками. 18 июня 41 года госпожа Кожутская готова объявить войну Бельгии. Бельгийцы вступают в альянс с англичанами и допускают тем самым роковую ошибку. Мы начинаем достаточно бодрую атаку, но нам не хватает подразделений для эффективной атаки. Приходится нападать на отдельно взятые провинции, что дает бельгийцам время на то, чтобы перегруппироваться. Ну а также вполне возможно, что англичане в ближайшее время смогут отправить им подкрепление. Хотя если этого не случится, то Бельгия будет обречена, хотя, кого я обманываю, она в любом случае пойдет в ближайшие дни. Как бы то ни было, англичане все равно приплывают, но приплывают во Францию пытаться пойти в нападение, а мы же в свою очередь будем закрывать котлы на юге Франции. Ну и дефать север, куда уж без этого. Хотя бельгийские войска мы с вами достаточно неплохо продолжаем сминать, поэтому у нас есть неплохой шанс здесь хотя бы немного закотлить. Италия в ближайшее время отправится в Освояйси, я практически в этом уверен. Мы уже ступили на их земли и обороняться они здесь явно не смогут. Нам остается лишь немножечко продвинуться. Совсем чуть-чуть, очень скоро мы захватим эти земли и капитулируем одного из мажоров. Так, стоп, а это, собственно, что такое? Наши дивизии вдруг резко отправляют за борт? А, понимаю, Франция вступает в альянс с Испанией. Нет, ну знаете, это действительно удар в спину и французы поплатятся. Поплатятся за такое предательство. Благо они нам хоть право прохода дали, а это значит, что мы сможем продолжить наше наступление и в ближайшее время капитулировать противника. Гражданская война в России и не думала заканчиваться. Сталин прекрасно себя чувствует, что можно сказать и о будущей Российской империи. Эх, жаль, что старина Труцкий не увидит нашего триумфа в Италии. И хотя его наследие живет в наших сердцах, мы не можем изменить прошлого. Мы можем только с гордостью глядеть в будущее. Ну и, друзья мои, я думаю, что с французами мы просто так это дело не уладим. Я думаю, что после окончания войны с союзниками, Франция обязательно должна превратиться в оплот коммунизма. Ну и Испанию, как свою верную подружку, она потянет за собой. Верховное военное командование получило срочную телеграмму. Кашуцкая приказывала в сжатые сроки взять Рим. Все маломальские, готовые польские дивизии должны были начать бассированную атаку и занять как можно большее количество провинций. Очень скоро мы начнем переговоры с итальянцами о их безоговорочной капитуляции. Мы продвигались достаточно долго, и Кашуцкая подумала, что если повысить наших генералов звание, они станут действовать более эффективно. Ну и, как вы знаете, с повышением всегда идет новое жалование, поэтому генералы стали работать более усерднее. Итальянцы держались из последних сил, точно так же, как и их венгерские братья. Но мы продавливали их фронт. У Италии уже практически не оставалось боеспособных мужчин, способных держать в руках оружие. В стране спешно собирались военные и политические совещания. Италия готова была объявить о своей безоговорочной капитуляции. В то же время мы начали готовить наш военный план по обороне территорий. Нам нужно было в спешке собрать как можно больше боеспособных дивизий, для того, чтобы отразить возможную агрессию со стороны Советского Союза. Все-таки, знаете, у нас там есть серьезные претензии, и, возможно, Прибалтика тоже в скором будущем станет нашей. Ну да ладно, это лишь планы. Далеко идущие планы. Сначала нам нужно получить полный тотальный контроль в Европе, создать великую мировую революцию. Но для мировой революции еще слишком рано, и сейчас хотя бы в Европе бы добиться ощутимых результатов. Кстати говоря, Испания объявляет войну Португалии. Теперь у Альянса Великобритании серьезные проблемы, ведь их давят абсолютно по всем фронтам. Англия, как всегда, спамит высадками, ну а мы в ближайшее будущее без проблем закроем это недоразумение. В общем-то, в Италии нам такого сильного присутствия уже не надо, поэтому мы можем позволить себе оборонять нашу родину. Я думаю, что высадка англичан это был, так сказать, последний порощальный патрон в нашу сторону, и более к нам уже точно ничего не залетит. Очень скоро мы сможем встать в глухую оборону, или даже попытаться высадиться на их земли. Ну и, между прочим, наша Германия уже практически восстановила свою боеспособность, а это значит, что он будет ценным союзником. Кстати говоря, смотрите, он уже высаживается на южной части Великобритании, пока мы стягиваем их боем на наших домашних территориях. Собственно, план сейчас предельно простой, попытаемся отдефать эти земли и пойти на помощь к нашему союзнику, пока эту высадку не закрыли. Кстати говоря, в этом регионе англичане обороняются довольно неплохо, ну а на домашних землях у них, как всегда, недостаточно бойцов. Парадоксы, пожалуйста, сделайте хоть что-то с Англией, она абсолютно не боеспособна, если на неё получается сделать хоть какую-то высадку. Также у нас идёт параллельно африканская кампания, ну, так сказать, для отвода глаз и для того, чтобы набить большее количество военных очков. И скажу я вам, что в мирной конференции мы, скорее всего, получим достаточно много. В свою очередь, Румыния уже достаточно успешно отдефалась, и это ещё одна прекрасная новость. В свете этих прекрасных событий Мария Кашутская решила открыть новую железную дорогу. Она будет делать всё для своего народа, ведь только ради этого она и становилась главой нашего светлого государства. Очень скоро весь цивилизованный мир узнает, что Польша может, и не только в космос. Германия тут, кстати говоря, и без нас неплохо справляется, но мы всё равно отправим им подкрепление, и в свою очередь, наверное, стоит попытаться продавить по как можно большему количеству фронтов врагов. Ведь, по сути, у нас сейчас остаются последние считанные дни для того, чтобы набить как можно большее количество очков победы. Абсолютно никакого сопротивления Британия не оказывает. У него здесь, ну, дивизии 6-7 может быть на обороне, и всё остальное, как всегда, в колониях. Это просто поразительно. Знаете, я вот думаю, за какую страну мне в обозримом будущем сыграть в ваниле. Мне очень хочется поиграть в Испании, выиграть гражданскую войну. И очень хочется заняться Британией и Францией. И меня прямо разрывает. Я даже не знаю, за кого начать. Болгария и Румыния окажутся тоже интересными вариантами, как и Турция. Поэтому вариантов куча, и я что-то снова захотел поиграть в ванилку. Ну и, собственно, всё. Капитуляция. Итак, начинаем делёжку территорий, и я к вам вернусь ровно через несколько минут объявить о том, сколько же земель мы с вами захапали. А получили мы с вами, мои дорогие друзья, достаточно много земель. Часть я, естественно, отдал нашим союзникам, но большая часть досталась именно нам. Мы получили огромные колонии в Латинской Америке, и немножечко, так сказать, земель для отдыха нашей прекрасной госпожи в Африке. Почему-то у нас объединилась Испания и Франция, и это что-то прям из ряда вон выходящее. Но я успел забрать у них кусок Португалии, и думаю, что вполне возможно Испанию отдам португальцам. Пусть будет эдакая небольшая отсылочка к ТНО, и возможно в будущем мы сможем сформировать там единую Иберию. А вот французов я в будущем планирую сделать нашими славными марионетками. Ещё у нас имеется хорошая возможность влететь в гражданскую войну в России, и это правда неплохая возможность, наконец-таки, воплотить амбиции Речи Посполитой. А, ну и совсем забыл, нам с вами нужно перехватить контроль над Альянсом. Мы же с вами великая страна, у нас теперь есть колонии. Подумать только, у Польши такое огромное количество колоний. Да, я думаю, что, наверное, Грецию, хотя, возможно, Греция останется нашей Фазендой, может, мы острова какие-то позабираем себе, вот, а Грецию, может быть, стоит освободить, и, возможно, наши колонии в Африке и Латинской Америке тоже стоит, как бы, сделать более свободными. Всё-таки мы здесь с вами по канонам товарища Троцкого пытаемся отыгрывать, а он не хотел бы, наверное, чтобы мы становились колониальной державой. Ну а что думаете вы, пожалуйста, напишите в комментариях. А также не забудьте поставить этому видео лайк и подписаться на мой канал, если вы здесь впервые. Надеюсь, вам понравилось это видео, спасибо всем, кто смотрел. До новых встреч, пока, ребята. Играйте только в хорошее.